Работа сделана в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Казахстане и в Институте ядерной физики, тоже в Алматы, в Казахстане. Мотивацией для данной работы явилось то, что в последние уже, можно сказать, даже не два, а три десятилетия открыты, значит, слабосвязанные ядра с такой экзотической структурой – Берилей-9 к ним не принадлежит, это стабильное ядро. Однако, значит, у него имеются следующие особенности, такие как большая деформация, значит, Q у него равно 53 мбр, например, и оно очень слабо связано в двух каналах – Берилей-8 плюс Н и Берилей-9, да, вот в канале Берилей-8 плюс Н и Альфа-Альфа плюс Н. Ну, это является прямым таким указанием на его трехчастичную структуру. Это ядро можно трактовать как бараниевское ядро, поскольку в нем в рамках трехчастичной картины нет двух компонентов, которые могут сформировать связанную систему. Вот наличие такой волновой функции, да, Берилей-9, рассчитанной в трехчастичной модели, ну, значит, побудило выяснить, как влияет диффузная структура, значит, этого ядра на рассеяние, на нем протонов. Ну, надо сказать, что в предыдущих наших работах было исследовано упругое рассеяние, то есть основное состояние Берилея-9. А здесь мы получили волновые функции на состояние 1, 2 и плюс, и решили посмотреть, каково будет, значит, рассеяние вот в этом неублогом канале. Ну, здесь написано новизна, цели, ключевые аспекты. Ну, весной мы считаем то, что в настоящее время, когда большинство точных расчетов делается численными методами, мы постарались все свести к аналитике. Ну, сейчас я покажу, каким образом, то есть рассчитать амплитудный или матричный элемент рассеяния аналитически, а через него и дифференциальное сечение. Вот цель как раз состояла в расчете дифференциального сечения в рамках дифференциальной теории Глаудера в сравнении с имеющимися экспериментальными данными и с расчетом, который был сделан до нас, другими авторами там будет указано, приближение искаженных волнов. Ключевыми аспектами нашего расчета мы считаем как раз использование вот этой дифференциальной волновой функции переледить в виде разложения по гаосовским функциям и оператора многократного рассеяния в виде, который, значит, сопряжен волновой функцией. То есть он несколько переписан от того вида, в котором он записан у Глаудера, но так, чтобы можно было амплитуду рассчитать аналитически. Значит, сразу надо сказать, что здесь вот я, к сожалению, указала, значит, волновая функция лида били-ли-9, она рассчитана не нами в этой трехчастичной модели, она рассчитана в группе, значит, вот Куку, Водеризии и АФНГУ, и эти волновые функции частично опубликованы в литературе, а частично вот для возбужденного состояния они переданы нам авторами, вот, на сами коэффициенты разложения. Какие имеются эксперименты? Значит, эксперименты по рассеиванию протонов на били-ли-9, вот здесь написано, были проведены в Анкувере, еще в 85-м году. Правда, эксперимент в Анкувере, вот, который был проведен в 85-м году, в нем не выделялся вот этот канал, значит, 1, 2, плюс, поскольку разрешающая, значит, способность детектора была 2-м. Зато в последнем, да, ну, кроме того, были эксперименты Алхазова в Пиафе, которые были продолжены в Газырии, в Германии, но это были эксперименты Алхазова, все упругое рассеяние. А вот последний эксперимент, вот здесь написано, инструмент Диксит и Бертоцци, вот, в 91-м году. Здесь как раз-таки вот этот уровень, там вообще возбужденные состояния разрешены, и эксперимент, который проведен в 91-м году, мы с ним и сравниваем то, что мы, значит, то, что мы рассчитали. И, значит, для основного состояния сравненный вклад дают вот эти три композиции. которые написаны в формуле 2. Значит, здесь написано, как волновые функции записаны здесь в аналитическом виде, но здесь надо обратить внимание только на то, что здесь во всех этих волновых функциях выделена угловая часть и выделена радиальная часть. Значит, вот в этом рисунке показано сечение, которое мы рассчитали, причем, значит, показано сечение с тремя волновыми. Вот сплошная линия, сплошная линия и пунктирная линия – это наш расчет с волновыми функциями в моделях 1 и 2. Вот это штрих-пунктирная волновая линия, да, я уложусь. Стрих-пунктирная линия – это расчет с осциллятор неравновой функции. И, наконец, вот эта точечная линия – это расчет из вот этой вот работы Диксита и Вертоцца 1991 года, которые рассчитали сечение неупругого растения в методом искаженных волнов, такой немножечко не совпадающий с экспериментом, значит, расчет. Ну, мы видим, что при малых углах рассеяния почти все, значит, волновые функции, ну, за исключением, правда, конечно, осцилляторные, они писали примерно одинаково сечение. При больших углах начинают расходиться, так сказать, все данные, но это говорит о чем? Это говорит о том, что на асимптотике волновых функций, вот наши, по крайней мере, модельные, ведут себя примерно одинаково, а во внутренней области ядра, значит, и вот есть здесь существенные расхождения, которые мы уже видели, когда смотрели на профиль этих волновых функций. Глайберовская теория вообще-то применима для достаточно больших энергий и для малых углов рассеяния. Вы понимаете, да, что касается углов больше сорока градусов, то уже здесь, так сказать, расчет Глайберовской теории, ну, можно сказать, работает очень плохо, если не сказать, что он вообще не работает. С другой стороны, если ограничены для сорока градусов, правильно, то, с одной стороны, экспериментальные точки есть дальше, правильно, то есть как-то выбрасывать их, ну, как бы не совсем корректно, если они проверили там, скажем, до семидесяти градусов. В то же время обрывать нашу клеву, скажем, на сорока градусов, тоже будет непонятно, что почему, так сказать, вдруг все это так обрывается. Поэтому вот эту область больше сорока градусов надо рассматривать, конечно, критически, и то, что здесь пунктивная линия совпадает с экспериментом, мы это считаем, ну, может быть, даже случайным совпадением, а не то, что наш расчет настолько уж хорош. Вот, ну, вот, результаты они таковы. Ну, вот, анализ волновых функций ядра Глери-9. Еще раз подчеркиваю, что эти волновые функции рассчитаны, значит, вот, группой Глайберовской. Значит, он показал, что в возбужденном состоянии ядра имеет более протяженную диффузную структуру. Сравнение волновых функций в одной и другой модели демонстрирует существенно различное поведение во внутренней области и примерно одинаково на асимптотике. Записав оператора Омега в виде сопряженной трехчастичной волновой функции, мы могли вычислить матричные элементы аналитически, учитывая все кратности рассеяния на альфа-кластерах и на луклоне. Рассчитав дифференциальное сечение упругого рассеяния с разными модельными волновыми функциями, мы показали, что в области передних углов ближе к эксперименту лежит клевая рассчитанная слоновая функция модели 1. Ну, это, конечно, ввод такой. Можно посчитать, что и в модели примерно одинаково. Но, тем не менее, значит, вот, не только эта характеристика, но и другие характеристики, которые были рассчитаны, ну, там, статические, энергетические уровни, они показывают, что наиболее адекватное описание всех характеристик, не только вот дифференциальное сечение, получается слоновые функции, рассчитанные вот в потенциале или подмера с отталкивающим кормом, который подавляет осцилляцию волновой функции во внутренней области. Все. Спасибо за внимание.